Крокодил Гена Многие актёры сначала покоряют театральные подмостки, а затем уже приходят в кино. Однако судьба Анатолия Сливникова сложилась иначе. Вначале он снялся в нескольких успешных фильмах, а затем уже получил приглашение в молодёжный театр на Фонтанке. Из-за специфической внешности этот актёр сыграл много ролей преступников, полицейских и охранников. Анатолий Сливников родился 14 февраля 1950 года. Семья Анатолия Сливникова проживала в деревне Никонова, Вологодской области. Мать Ефросинья, простая крестьянка, родила сына в поле по дороге в больницу. Отца своего Толя не знал. Ещё до его рождения мужчина отправился на лесозаготовки в другую деревню. Там он полюбил другую женщину и создал с ней семью. Ранние годы Сливникова прошли в деревне Кисельня Ленинградской области. В детстве его окружали одни девочки. Анатолия все любили, и он привык находиться в центре внимания. После окончания школы Анатолий Сливников поступил в Всеволожский сельскохозяйственный техникум. Учиться ему было откровенно скучно, и он с головой погрузился в самодеятельность. Парень окончил техникум и объявил семье о решении стать актёром. Вскоре он поступил в Институт культуры имени Надежды Константиновны Крупской. Первые три года после окончания вуза Сливников набирался опыта на сцениках Читавского областного драмтеатра. Когда ему окончательно наскучила провинциальная жизнь, молодой человек отправился в Ленинград. Опыт работы на съёмочной площадке Анатолий Сливников получил ещё во время учёбы в институте. Он промелькнул в картинах «Дорогой мальчик» и «Здравствуйте, я ваша тётя». Затем последовал длительный перерыв, связанный с работой в областном театре. Вернуться в мир кино Анатолию помог режиссёр Алексей Герман. С этим человеком он случайно столкнулся на студии Ленфильм в 1981 году. Мэтр предложил Сливникову роль в своём фильме «Мой друг Иван Лапшин». Затем вышел сериал «Остров сокровищ», в котором актёр сыграл Джоба Эндерсона. Ну что, Джим, отбегался. Хитрого Джоба не проведёшь. Джоб! Джоб! Боров! Фитиль! Джоб, бросай мальчишку! Бросай его! А-а-а! Джоб! А-а-а! Проклятие! Чтоб тебя разорвало! Известность Сливникову принесла роль второго плана в фильме «Блондинка за углом». Гена, я всегда мечтал о том, что я буду петь за Геном в партии. Я всегда мечтал о таком друге, как вы. Я предлагаю тост за ваше молчание. Вы умеете молчать – это великий и редкий дар. Гена, мисс! Повторите. Или вы ужасно устали? Съёмки актёра в кинематографе продолжались на протяжении всей его жизни. Ну что ты, как я вон пристал? Подожди, ну сына же войдёт. Ну что ты, как будто тебя омолодили. Нам это не всего. Зачем ж ты огнезая? Ну! Ну! Разнообразием роли актёра, к сожалению, не отличались. Его специфическая внешность побуждала режиссёров предлагать ему образы бандитов или стражей порядка. Однако Анатолий всё же старался, чтобы каждый его герой чем-то отличался от предыдущего. Под конец жизни его начало утомлять это амплуа, но полностью избавиться от него он так и не сумел. И не успел. В новом веке актёр Анатолий Сливников продолжил играть в кино и сериалах. Он воплотил образ Радзянко в картине Романовы «Венциносная семья». Чхиидзе Керенский с Савдепом. Совершенно с вами согласен, Александр Иванович. Сегодня утром я должен был ехать к государю. Но меня не пустили. Советы требуют, чтобы со мной ехал Чхиидзе с батальоном солдат. Именно поэтому мы должны действовать. Тихо и быстро, никого не спрашивая. Надо дать России нового государя. Затем актёр сыграл бандита по кличке Лысый в убойной силе, поэта Майского в русских страшилках, капитана ОМОНа в фильме «Танцор». Последняя его роль – Евгений Сергеевич в фильме «Потерявшие солнце». На протяжении восьми лет Анатолий выступал на сцене молодёжного театра на Фонтанке. Он пришёл в этот коллектив уже состоявшимся актёром. Сливников также не пренебрегал антрепризой. К примеру, он сыграл Луку в спектакле «Профи», который шёл на сцене театра «Комедианты». Какое-то время Сливников активно снимал рекламу. Также он охотно появлялся в дипломных работах молодых режиссёров, помогая своим юным коллегам совершенно бескорыстно. Помимо этого Анатолий занимался подготовкой абитуриентов, которые собирались поступать в театральные вузы. Среди его учеников особое место занимает известный актёр Михаил Пореченков. Анатолий женился в 1978 году. У него было много поклонниц, но свой выбор он остановил на однокурснице Валентине. Жена Сливникова не стала известной актрисой, предпочитая посвятить себя заботам о семье. Брак актёра был счастливым. Анатолий рано ушёл из жизни, не успев осуществить все свои мечты. Причиной преждевременной смерти актёра стало крупозное воспаление лёгких. Он скончался 29 июня 2005 года. Сливников попросил родных похоронить его там, где он провёл свои детские годы. Могила актёра находится в деревне Кисельня, где он когда-то был счастлив. Продолжение следует... Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.